Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова. И сегодня я вам расскажу об одной из самых моих любимых питуней. Питуней супер каскадной. Я уже много лет выращиваю эти питуней разных расцветок. И они меня совсем даже не разочаровали. Хотя ежегодно пробую все новые и новые сорта. В этом году я делала рисунки. И супер каскадная розовая, бургунги, лососевая и синяя супер каскадная. Пробовала я эти питуней высаживать и в горшочки небольшого объема. 5 литров вполне достаточно даже для трех питуней. Пробовала и в большие объемы. В прошлом году я из питуней супер каскадной розовой делала большой рисунок в грунте геометрический. Очень красивые получились треугольники. И цвела она у меня до самых морозов. Но я ее дважды срезала. А в этом году, вот вы можете видеть, такая вот замечательная бабочка. Сейчас 1 июля. И я недавно сделала одну прищипочку небольшую питуньям, чтобы они лучше ветвились. Погода не очень такая благоприятная. И вот буквально за 5 дней цветочки восстановились. И я сейчас вам поближе покажу, как они прекрасно растут, прекрасно смотрятся именно в грунте. Питунья может выращиваться и в балконных ящиках. То есть она годится для небольшого объема. Но нам легче всего ухаживать за ней в грунте. Кустики этой питуньи в высоту могут вырастать до 40 сантиметров. Но пока они вырастут до 40 сантиметров, постепенно вот здесь вот посредине кустика образовывается такая сплошная шапочка цветов. Поэтому она и называется каскадный каскад. Это когда серединочка не оголяется. И если периодически делать небольшую прищипочку или обрыв цветочков, то постоянно очень много цветов. Вот как я вам говорила, вот я недавно сделала 5 дней назад эту омолаживающую небольшую прищипочку. Вот лососевая быстрее всех восстановилась. Бордовая, но она очень красивая. Она уже тоже восстанавливается. Такой цвет бархатистый. И вот что мне нравится в этой питуньи, она крупноцветковая. Первые цветки 12 сантиметров, в основном 10 сантиметров. Но даже вот после прищипки в июле месяце цветы довольно большие. Обычно у питуньи следующие цветы сильно мельчают, а у этой они фактически не мельчают. Розовая, вот она одна из моих любимых. Она такая вот ярко-розовая получается. И цветок у нее все время большой и немножечко такой, ну как бы бахромчатый. И вот белый еще бахромчатый. Вот синяя, ну это такой темный, бархатный, фиолетовый цвет. У нее всегда немножко меньше цветов. Но она очень красивая. И плеки делают чуть длиннее. Вот вы можете видеть, вот здесь у меня два кустика. Синий. И после прищипки они будут восстанавливаться. Восстанавливаться, цветочков скоро будет очень много. Но вот даже этих цветов, которые есть, небольшого количества, достаточно, чтобы показать рисунок. То есть у розового крылышка вот такое вот бесподобное фиолетовое пятнышко. А у лососевого крылышка получается такое замечательное бордовое пятнышко. Питуньи имеют вот такую цветовую гамму, что каждый год я что-то из них фантазирую. Был у меня и цветик, и семицветик. И мне нравится их стойкость. Ну, конечно, если погода неблагоприятная, то все питуньи наши склонны к болезням, к мучнистой росе. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши питуньки радовали вас весь сезон, то для профилактики надо хотя бы один раз в начале сезона, где-то в июне месяце, опрыскать их фунгицидом. И тогда они вас будут радовать весь сезон. Ухаживать за этими питуньи очень легко, так как цветы отцветают нечасто. Отсветшие обрывать можно раз в неделю. И легко регулировать рисунок. То есть ее можно обрезать. В прошлом году, когда я делала геометрические рисуночки, более низкие, я срезала дважды за сезон. В этом году я не планирую срезать, хочу, чтобы у моей бабочки были более объемные крылышки, то есть высокие. Поэтому буду делать, скорее всего, еще одну прищипочку. Вот такая она, питунья супер каскадная, универсальная. И для горшочков, и для просто, для красоты в открытом грунте. И из нее можно делать красивейшие рисунки. Благодаря тому, что у нее цветки и крупные, их очень много. Я бы ее отнесла тоже к многоцветковым питуньям. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать. Используйте информацию, подбирайте себе питуньи по вкусу и наслаждайтесь красотой.